Вот уже несколько дней техника работает здесь, на улице Семереченской. Трубы прокладывают, как и обещали, через небольшие проколы в земле. Вся эта процедура напоминает малоинвазивную операцию. Это самый современный метод. Чтобы не рыть траншеи, каждые несколько метров делают полутораметровые углубления для контроля движения труб под землей. А между этими участками сверху проводят по локационной системе. Так же, как и в операционной, микрокамера движется по сосудам, не травмируя тело человека. Понятно, что раскопают, где-то неудобства будет, но будем контролировать, заставлять, чтобы они за собой убирали. Ну, вместе с вами будем что-то делать, но все равно газ лучше, чем без газа. Многие живут здесь больше 50 лет, поэтому появление газа не просто современное удобство, а необходимость. Так мне 70 лет, ему уже 73 года, понимаете? Топить очень тяжело, тем более мне сделали операцию в этом году. Ему будут делать операцию. Больше двух килограммов мне поднимать нельзя. Поэтому этот вопрос актуальный быть не может. Встретиться с каждым жителем достаточно протяженного частного сектора и показать все документы физически невозможно. Поэтому на собрании каждому дают возможность ознакомиться с разрешениями на проведение работ. Чтобы подключить к газу всех жителей Старого Кировска, нужно поэтапно проложить 80 километров разводных сетей. Газ будет. Ну, раз уже трубы тянут, все тянут, это реально, не бросят же. За ходом работ постоянно следят депутаты, которые издвинули вопрос газификации Старого Кировска с места. Самая большая преграда, которая много лет не давала путь газу, нехватка ресурса, действующий ГРС и требуемые изменения в градостроительный план Омска. Два года мы бились, так быстро все не получается. Получив разрешение, Юза ближайшей зимой уже сможет сделать прокол под Иртышом и пройти трубой с Ленинского округа сюда в Кировск. Такими темпами газ здесь может появиться уже весной будущего года, а пока люди заключают договоры. Мы сейчас говорим о строительстве сети газоснабжения, и, соответственно, те люди, которые участвуют в период строительства своими финансами, у них договора заключены на стоимость присоединения по 79 тысяч рублей. И цена эта разбита на несколько этапов. То есть всю сумму сразу платить не нужно, постепенно, в течение 3-4 месяцев. Денис Уонас, Максим Мартынов, Антенна 7.